Дорогие друзья Первую трансляцию о правилах соревнований Оценка за выступление спортсмена выставляется 10 судьями, которые делятся на 2 бригады Одна судит технику из 7 баллов И вторая бригада из 3 баллов судит ритм, координацию, наполненность, эмоциональное состояние спортсмена То, что называется артистизмом Вот сейчас лидер сборной команды, одна из лучших спортсменок мира Екатерина Стенищева, двукратная чемпионка мира, неоднократная чемпионка Европы Немножко ошиблась в обязательном элементе Перекрутила подсечку Но прыжок сделала хорошо Сложный элемент обязательный Вот еще один обязательный элемент повышенной сложности Группа С Прыжок Сенфанзиау с хлопком в шпагат Каждый элемент обязательной повышенной сложности За него начисляется определенное количество баллов Если он не выполняется, эти баллы снимаются Из-за технических ошибок также производится снижение оценки В длинное оружие входят 3 вида оружия Это копье, палка и так называемая южная палка-наньгунь Которая немножко толще и короче, чем обыкновенная палка Все эти виды отличаются между собой Но входит в категорию длинного оружия Который является одним из видов программы многоборья Старклена соревнуется в трех видах И подводится итог программы многоборья Помимо отдельных видов Для тех, кто не смотрел нашу первую трансляцию Мы напомним, что Екатерина Ростеничева Занимала по итогам двух видов первое место У женщин, естественно А у мужчин первое место Занимал Алексей Лихов Так что, ну, собственно, сегодня все решается Одна ошибка здесь может стоить очень много Но вот судя по выступлению Екатерины Я думаю, что оценка у нее будет высокая Как и подобает вообще лидеру Он перекрутил немножко Да, там особо-то нога Я думаю, все-таки это будет первое место Я не думаю, что кто-то ее сможет Посмотрите, вот сейчас будет шпагат Красиво Безупречно их выпрямлена задняя нога И нога лежит на подъеме И зафиксировала положение правильно Копьем отработала Здесь, конечно... Ну, вот мы видим первые оценки судей 6,75 У нее общая оценка 9,44 Очень хорошая оценка, высокая Она выходит, конечно, в лидера многоборья И вряд ли, конечно, кто-то ее обыграет Потому что длинное оружие, оно все-таки поковарнее, чем короткое Все-таки норовит вырваться Да, оно тяжелее и с ним сложнее работать Ирина Плотникова Ирина Плотникова из Перми Она была третьей, по-моему, по первому дню соревнований многоборья Но здесь ошибка Вы видите, уже немножко не та скорость Хотя чисто ровно прошла Но без ускорения сделал подсечку А подсечка должна быть как бы подсечка То есть делаться быстро Неплохо Чанфен, но немножко Тоже сыровато провалилась в позиции Не зафиксировала четко Равновесие Две секунды простояло Нормально, не должно быть сильных снижений Видите, техника палки, она отличается Вот это, конечно, с ошибками Да, там и ноги заплелись И не было фиксирования И она не вышла в горизонтальную плоскость Да То есть это тоже бедуинский Хочется также напомнить нашим телезрителям Что если палка крутится в горизонтальной оси Она должна быть параллельно полу Без отклонения в каких-то углах Если это происходит Я имею в виду отклонения в углах То, конечно же, за это судьи наказывают Небольшое снижение оценки Но в целом ровно сделала Ирина Плотникова Оценка тут будет мастерская За девятку Ну, конечно, разница между ее выступлением И выступлением лидера Да, она большая достаточно Кстати, вот спортсменки И в частности, что Ирина Плотникова Что Екатерина Синичева Выступавшая первой Они с такой силой бьют палкой По вот этому ковру специальному Бывает, что палки ломаются? Бывают, да Бывают Поэтому оружие нужно проверять Перед соревнованиями И учитывать еще То, что у нас влажность Несколько иная, чем в Китае Откуда эти палки везутся Потому что у нас они не растут Они, может, и делаются Как-то специально Они специально делаются Целая технология Видите, она идеально ровная Ее сушат под Как бы под гнетом То есть Привешивается гиря к ней И она вытягивается В этот момент сохнет Поэтому она очень ровная Эта палка Оценка Ирины Плотникова 9 и 14 Это мастерская оценка Сейчас судей выставляет Уже вторую оценку За так называемый дух У вас есть и такой хитрый компонент Да, присутствие боевого духа Поскольку все-таки Это боевое искусство Наконец-то, что я обещаю Редактор Ирина Плотникова И вовсе Татьяна Ившина Сейчас нам покажет Также комбинацию с палкой И вот видите, наверное Вот особенно с этого плана Хорошо видно, что на палке сучки Бывшие сучки Обработаны Не мешают Вообще не мешают Насколько я знаю Нет, не мешают Хотя, ну, палка натирается магнезией Тоже, чтобы она не скользила Поскольку скорость очень высокая Видите, какие вращения Вот одна из ошибок Таких довольно типичных Для этой спортсменки Она все время смотрит в пол Это неправильно Взгляд должен быть функциональным То есть в направлении атаки Или защиты То есть нужно видеть Перед собой воображаемого противника Зато великолепная скорость Вращения палки Она вообще неплохо Эту дорожку прошла Ровно И на высокой Хорошей амплитуде Сделала прыжок Хотелось бы немножечко поговорить О самом понятии Ушу И о самом понятии Боевое искусство Сейчас у нас Немножко в стране Размыто Это понятие Боевое искусство То есть обычно Когда говорят Ушу Говорят А вот если к тебе Подойдут на улице Я попробую тебя Как-то обидеть Как тебя спасет Вот это твое ушу Ну давайте все-таки Будем различать Что ушу Это вид спорта А есть боевое искусство Вот о боевых искусствах Давайте Глеб Поподробнее Можете рассказать Ну вот надо проводить Разграничение Достаточно четкое Между понятием Спортивное единоборство Любое Убирающегося скажем Карате ВКФ Неправильный стереотип Да Неправильный для драки Но правильный для спорта То есть если спортсмен Который на протяжении Шести-пяти часов в день Отрабатывает остановку удара Не доводя его до цели Он естественно В реальной ситуации Этому на пользу не пойдет Поэтому здесь нужно четко Совершенно разграничивать И даже так называемые Бои без правил Они тем не менее Имеют свои ограничения Не бить там По глазам пальцами Не хватать В область крестца Да И там по спине Активно не носить удар То есть ограничения есть Татьяна Ившина получила 9.14 А сейчас у нас Один из лидеров Как сборной России Так и конечно же Чемпионата России Дарья Тарасова Чемпионка мира Мастер спорта международного класса 15-летняя Дарья Тарасова Из Москвы Воспитанница Татьяна Куприянова Старшего тренера Сборной России По УШУ Заслуженного тренера России Очень перспективная спортсменка Великолепная данная у нее Она чемпионка мира Чемпионка Европы Еще не такая именитая Как Екатерина Стенищева Но посмотрите Видно уже Чуть-чуть ошиблась Потащила вперед ее Но все-таки 540 градусов Прыжу С таким свистом Шестая палка Секает воздух Это показатель силы Это показатель того Что все-таки Какие-то элементы Боевого искусства Сила Точность Она остается Безусловно И я думаю Что Вряд ли кто-то захотел бы Попасть под такой удар Палкой Да Он наверняка Вообще попадать под удар палкой Даже если он не в руке мастера Ну по меньшей мере Нежелательно Мы можем то же самое отнести К хорошему мастеру фехтования Да Ведь и рапира И шпага И сабля Это тоже виды оружия древние Но сейчас никто не говорит о том Что фехтовальщик Там владеет боевым искусством Или что это Олимпийский вид спорта И все уже это понимают Здесь просто молодые виды Для нашей страны Для остального мира Поэтому еще много говорят о том Что а вот А как же Значит А как же боевое применение Вот сложный элемент был Кувырок Да Но она задела пол Немножко палкой Будет снижение Но все равно Она не видит палки И она кувыркается И ловит ее вслепую Интуитивно так сказать Ну и вернемся К обсуждению Тема боевых искусств То есть Если резюмировать Немножечко То можно Их подразделить На Грубо говоря Рукопашный бой Которому учат И в армии И в каких-то Спецподразделениях Где во главу угла Действительно поставлена Эффективность Человек надо Или нейтрализовать Максимально эффективно И максимально быстро Или избавиться От него И вот эта техника Без всякого Так сказать Без спортивных компонентов Этического компонента Без всяких условностей Нарабатывается До автоматизма Именно убить Покалечить Нейтрализовать Либо как это В милиции В полиции Таким образом Человека привести В такое состояние Чтобы ему можно было Конвоировать В участок там И так далее Или надеть на него Нарочники И не нужно это путать Со спортивным каратэ Со спортивным дзюдо Сушу со спортивным Это спорт Где основное Это результат Выступлений На соревнованиях Дарья Тарасова Получила оценку 9,39 Это высоко Она сейчас В этом виде Уступает только Екатерине Стеничеву А сейчас у нас Фания Довлетбаева Из Нижневартовска Спортсменка Она тоже Многоборка Выступала В двух Видах программы В Тюаньшу Без оружия И Снайдау С южным мечом Вот сейчас Южная палка То есть это Справновесие Да Это специальная Особая техника Отличаются движения Мало движений Ухуа От вращений Больше таких Рубящих Тяжелых движений С тоже широкой Амплитудой Элементы Повышенной сложности Вы видите Видите Техника отличается Она более Напоминает Технику японского бо Да Пожалуй Она более сухая Более сухая Такая Хотя техника Техника японского бо Она еще Помедленнее Все таки Тут Есть что то общее Но Начать с того Что бо Он и подлиннее И потяжелее И пошире И По структуре По структуре Похоже Да По структуре Похоже Здесь мы с вами Видели ошибку Она не зафиксировала Позу А там дальше Еще и покачнулась Вот еще один элемент Тенкун джеки туй С ошибкой Выполняет Потому что корпус Не должен наклоняться Вперед Во время маха ногой В прыжке Он должен оставаться Вертикальным Но тем не менее Так с хорошей Силой Выполняет Приложение силы Видно Потерял равновесие Да Ее оценка 9,02 Все таки Ниже девятки Ниже мастерской Отметки Никто не опустился Вот тот момент О котором я упоминал Еще в начале выступления А за дух Оценка высока Напомню Она хорошо делает Эмоционально Это тоже один из компонентов На который Судьи обращают внимание Я напомню нашим телезрителям Что максимальная оценка Вторая Которая Включает в себя И оценку за дух И оценку за внешние впечатления Так называемые Она максимум 3 балла Поэтому 2,85 Это конечно Очень-очень высоко И Елена Низамудинова Чемпионка Европы Мастер спорта Международного класса Тоже Наньгун делает Вот Конечно будет разница Сейчас между Ее выступлением И предыдущей спортсменкой Видите Здесь и силы больше И палка Она отражает эти движения Она прямо гнется у нее В момент удара Что показывает Вот ошибочка В элементе повышенной сложности А здесь чисто Очень коварны Эти элементы повышенной сложности Поскольку они призваны Как раз смену ритмов Обусловить в комплексе Поэтому сложно переходить От пробежек От прыжков Фиксировать позицию Да еще с квистом На 720-540 градусов Вообще Ушу Вот То что мы с вами сейчас видим Это Ну как ни крути Это субъективный вид спорта 10 судей Понятно что у кого-то Могут быть какие-то предпочтения А вот бывает так Что отдают Что называется За мастерство победу Потому что Точнее за заслуги Даже если сказать вот так Просто вот Мы знаем Екатерину Стеничеву Она ошибается Она делает серьезную ошибку Или падение Там кемпачи Ее будут лучше тащить Или нет Ну вот Екатерина Стеничева За свою 12-летнюю карьеру В Ушу Ни разу не падала Это исключение Ну это пример Я думаю что это правило Да У нее грубых ошибок Не бывает Она удивительно стабильный спортсмен И именно поэтому Она двукратная чемпионка мира А вот более молодые спортсмены Но которые скажем Судьи знают Да могут немножко завысить Но бывает это Достаточно редко Поэтому у нас вот Скажем Владимир Красюк Который упал В длинном кулаке Он серебряный призер Чемпионата мира И тем не менее Первый вид программы Он проиграл Тагиру Муратову Молодому Из-за падения Закончила Лена Незамудинова Вот сейчас повторяют ее Оценка конечно повыше Чем у Фании Давлетбаевой У нее будет 9.17 Ну что и мы уже 285 Высокая за артистизм Оценка И вот у нас Что называется Результаты третьего вида Екатерина Стенищева Как и ожидалось Первая Дарья Тарасова вторая Елена Соловьева Третья Невозможно Это не факт Это только мнение Тогда они сказали Что лучше не соглашаться На бой с Сонни Листоном Он просто уничтожит Али И когда мой отец Смотрит в глаза невозможному И побеждает его Что я должна делать Когда мне говорят Что бокс не женское дело Верно Дерись девчонка Дерись Достали Перекрыли кислород Аэроволны Мощный заряд Пробивного вкуса Аэроволны Открой второе дыхание Этот матч Запомнится болельщикам Этот матч В центре Внимание Экспертов Этот матч Главное событие Очередного тура Российской футбольной Премьер-лиги Нарушение правил Мяч в центре поля Нападающий Пас направо Проход к воротам Опасная передача Матч недели Поединок Достойный внимания На нашем канале Ну а теперь посмотрим уже Длинное оружие В исполнении мужчин Это я думаю поинтереснее Кстати надо Рассказать нашим телезрителям О том что Оружие не имеет Каких-то единых стандартов Каждое оружие Ну подгоняется Или покупается Под конкретный человек И можно даже Человека не допустить Если оружие будет Не соответствовать По весу Ростовым показателям То есть стандарт Заключается в том Что оружие должно Соответствовать росту И весу спортсмена Быть пропорционально Его росту и весу Поэтому если Высокий и плотный Спортсмен выступает Со слишком легкой Скажем палкой То естественно Он не допускается И ему предлагается Заменить это оружие Вес точно так же Должен соответствовать Весу спортсмена И насколько я знаю Длина копья Регламентирована Таким образом Это рост спортсмена Плюс вытянутая рука Вытянутая рука До кончиков пальцев Вытянутой руки Чуть-чуть ошибся Не ниже Но все равно Тагир конечно Вот мне очень нравится Он на этих соревнованиях Он растет С каждым годом Повышается его технический уровень Посмотрите как В темпе прошел Два элемента И не в порядке Это с зажатым Подмышкой шестом Да Это же мешает Очень сильно Он как бы Интересные такие Неординарные проходы У него есть Украшающие конечно Комплекс И судьи на это Обращают внимание Лань-Наджа Базовое движение Оно выполняется Рука должна Двигаться строго Капикулярно полу Удар копьем вперед Прокалывание Четко горизонтальной плоскости Вот видите Это правильно Плохо когда спортсмен Снизу вверх ведет Четко фиксирует позиции Видно что высокого уровня Спортсмен Член сборной команды России Мастер спорта международного класса Бронзовый призер Чемпионата Европы 2002 года Тагир Муратов Из Нижневартовска Тут оценка будет высокой Вот чхоба Это удар рукояткой Копья заключительный Называется Чхоба Хорошо Выступил У меня конечно Длинное оружие Вот видите Такой неординарный проход Тоже Длинное оружие Совсем по другому смотрится Потому что Ну по сравнению Я имею ввиду Что с коротким оружием Что без оружия Тут совсем другие грани Что называется Ушу раскрывается Потому что человек может прекрасно Работать с коротким предметом Но Ну или копье Или южную палку Или просто палку Он просто не может удержать Не может с ней справиться А чемпионом при этом Он не станет А вот кстати Это дань исторической традиции Ведь в ушу все таки было Боевое искусство Им занимались воины И воин должен был Одинаково хорошо владеть Как мечом Так и копьем Или палкой И владеть чаншу Кулачным искусством Это вот дань традиции Тагир Муратов Получил высокую оценку 9,37 А сейчас Сергей Суховей Он очень хорошо Насколько я знаю Выполняет этот вид Он получит очень высокую Оценку Если не завалится Да Сергей выступал На чемпионате Европы В этом виде программы Был серебряным призером Тоже мастер спорта Международного класса Ветеран Ушу Он выступал еще Даже на чемпионатах СССР По юниорам Сейчас он Ему 27 лет Из Новосибирска Сергей Здорово Не побоялся После небольшого качания На стопе Остановиться Выпрямить ногу И подержаться Сверху Хорошо Сделал Напомню Что в равновесии Нога должна быть Не ниже уровня плечевого сустава Не ниже уровня плеча И у него это получилось Он зафиксировал 2 секунды Положенные по правилам Прыжок Еще один шпагат Хорошо сделал Молодец Мы уже говорили Что он очень рослый Спортсмен И ему не так легко Это все дается Но тем не менее Видите Без ошибки сделал Ему как раз Может быть за счет Роста С копьем Работать чуть-чуть полегче Да И копье Как говорят Это вид для рослых людей А палка Для более таких Низкорослых Коренастых Но здесь это и смотрится Совсем по-другому Потому что Длинные руки-ноги Хорошая амплитуда Еще и палка длинная Вот еще один элемент Блестяще проходит Молодец Очень мне нравится Как Сережа выступает На этих соревнованиях Действительно Он один из лидеров Российского УШУ И к 27 годам Он как раз Вот достиг Такого мастерского уровня Приятно смотреть на него Хорошо, что в УШУ Вот такой вид спорта Который Именно в зрелом уже возрасте Раскрывается полностью И позволяет человеку Реализовать Весь его потенциал То есть это не молодой И не молодеющий вид спорта На международных соревнованиях Взрослые начинают выступать Только с 18 лет Ну это правильно По новым правилам Да Не с 16-ти как и нет Корфида спорта И той же спортивной гимнастики А именно с 18-ти Ну может быть Это и к лучшему Спортсмены во-первых Успевают поработать По юниорам Долго Зарекомендовать себя Будут лидеры в юниорах И высокий уровень в юниорах Будет Это неплохо Вот видите Как копье вибрирует Оно гибкое Но в то же время Очень такое тяжелое А если сломается Вот не дай бог Вот от удара Копье сломалось Что? Спортсмен Выступление останавливается Старший судья Останавливает выступление И дает возможность Повторить выступление С потерей одного балла Сергей Суховей Получает очень высокую оценку 9,6 Это вообще заявка По хорошему На первое место Но он и сделал блестяще Практически без ошибок Василий Шамбин из Сочи Южный федеральный округ Тоже один из ветеранов Заслуженный мастер спорта Призер чемпионатов Европы Чемпионатов мира Хороший спортсмен Но немножко не хватает ему Изящества Будем так говорить У него великолепные прыжки Хорошая скорость Но чуть-чуть У него недоработки в позициях Поэтому сейчас он уже Из лидеров Из группы лидеров вышел Если говорить о географии Ушу в мире То Оно уже действительно везде Но понятно Что на востоке Я имею ввиду Китай Японию Корею Там должно Упал при приземлении Снизит сильно Вы знаете Поразительно Что в Японии Стране богатой Своими традициями В области боевых искусств Еще какие Ушу стало очень популярным Число занимающихся Превышает 2 миллиона человек В Японии Это поразительная цифра Для китайского боевого искусства В Японии Причем занимаются Как Тайзи Сюань Так и Бадзи И японские спортсмены Очень сильные Вот ошибочка На простой позиции Повело спортсмены Видите Вот такие вот нюансы Они мешают Василию Войти конечно В пятерку лидеров Хотя он хороший спортсмен Высокого уровня Но здесь сказывается то Что он Тренировался всегда сам Тренера у него не было И только на сборах Сборной команды России У него много таких мелких ошибок У него была возможность Исправить свои ошибки Это вот беда Сочинской школы Отсутствие тренера По ушу Ну надеемся Все будет прогрессировать Может быть Вася когда закончит выступать Все таки уйдет на тренерскую работу И у него будут нормальные Хорошие ученики Сейчас от этого города Он выступает один На соревнованиях Хотя раньше там была Нормальная школа Но оценка у него вряд ли будет высокой Как раз то о чем мы говорили В ответе упал он И упал Коснулся оружием пола Это конечно будет И пожалуйста Оценка 907 Он пока Мастерская оценка Его уровня Но И все выступающие Пока в этом виде Он последний За дух Оценка хорошая За технику Там конечно Лидеры очень сильные А вот кстати Один из них Владимир Красюк Да Серебряный призер Чемпионата мира В этом виде программы Чемпион Европы Заслуженный мастер спорта Великолепный спортсмен Один из Вообще лучшим Я считаю Что во всем мире Он лучше всех Этот вид программы делает Даже лучше китайцев У него действительно Гунь-шу Палка Такие результаты В выступлении И такая техника Филигранная Что он наверное Лучший в мире В этом виде Я не боюсь об этом говорить Посмотрите какая скорость Какая безупречная техника Фиксация И наполненность в движениях Есть сложный элемент Связка Шпагат Великолепно Проходит Чуть подбросил В шпагате Но тем не менее Он не схватил Это считается Ошибка Нет Это не ошибка Если видно Что он не поправляется И его просто Немножко подбрасывает То Вот как хорошо Подсечку сделал Оп Ошибочка Но это Сложный элемент Многих спортсменов Здесь тянет назад Мы видели Тут надо идеально Ровно крутиться В воздухе Практически палку не видно Настолько быстро она И он не теряет ритма Не теряет темп Набранный в начале Уже К концу близится комплекс Но тем не менее Делает он очень хорошо Удар сильный Должен быть по полу Шуайгунь движения Вот пожалуй Пока из выступающих У него И у Сергея Суховея Были такие мощные Очень высокие оценки Будут И здесь Конечно Если он сейчас Не сделает ошибки К концу Я думаю Что Не будет Все-таки Серебряный призер Чемпионата мира Нет Проходит Очень ровно И заканчивает Позиция Сюйбу Пустой шаг Так называемый Потому что Раздружена Передняя нога Ну у судей Сейчас будет Очень тяжелая работа По той причине Что Его Отсудить вроде бы Как хуже Чем Сергея Суховея Нельзя А больше поставить Это больше Это где-то 9,7 Будет Ну как бы не бой Брак-то был Но у него Конечно С моей точки зрения Он сильнее выступил Чем Суховей Выше скорость И сложнее элементы Владимир Красюк Решением Судейской коллегии Получал очень высокую оценку Но до 9,7 Не дотянул Он получил 9,66 Обошел Сергей Суховей на 6 сотых Вот такой тоже Вот видите Какая конкуренция На 5 Опять Или на сколько там На 6 сотых Да На 6 сотых Обходят Николай Юртаев Еще один из лидеров Так Ну давайте немножечко Еще вернемся К вопросу О Бушу Во всем мире Мы поговорили Про то Что естественно Развита в Японии Ну Китай Куда же без него А вот по Европе По Европе Что со школы В Европе Сейчас наметилась Тенденция К предоставлению Гражданства Китайским спортсменам Которые выступают За Италию За Голландию За Германию Как тренеров Так они Поняв что Русских Не обыграть Они начинают Покупать китайцев Но самое смешное Что у этих Купленных Скажем Итальянской Сборной командой Китайцев Продолжает выигрывать Катя Стянечева Да, Штарасова Поскольку она Выигрывает Уже Китайцев Китайских Поэтому я считаю Путь бесперспективный Не должен это быть Вид спорта Азиатским Видом спорта Где везде будут За все страны Выступать китайцы Достаточно Что в Азии Они выступают За Малайзию За Сингапур За Индонезию И даже за Америку И за Канаду Везде выступают Одни китайцы Но Тем выше Заслуга Наших спортсменов И тренеров Которые Научились у них Выигрывать И готовить Спортсменов Высочайшего уровня Высочайшего класса Хорошо сделал Коля Юртаев Всего из всех видов программы Мне больше всего Понравилась у него Палка Гунь Шоу Хотя это и самый сложный Да, была ошибка У него все время В шпагате При приземлении Вы уже видели Он чуть-чуть Не доворачивается И потом поправляется Но в целом Хорошо Видите Ну вот здесь Единственное Низко И ноги Немножко висели И оценка-то у него Ну не очень Не очень Конечно высокая Но это решает Все-таки судим 9 и 11 Он получил И что характерно У мастеров У высокого уровня Обычно очень Высокая оценка За вторую часть За внешние впечатления За дух Эмоциональная За эмоциональность Там ниже Вот 2,85 2,80 Мы не видели Но знаете, Дмитрий Я обратил внимание Что юниоры Они все-таки Больше сосредоточены На том, как технически Правильно Как бы не упасть Не допустить ошибок Не упасть А все-таки Вот мастера Они уже уверены В своих движениях Они уже играют То есть артистизм Здесь проявляется Полностью Ну здесь не надо Улыбаться Как в художественной Гимнастике Как раз Могут как бы И понять Как-нибудь Здесь улыбок Не должно быть Это все-таки бой Бой с воображаемым Противником Это спектакль Такой небольшой Который спортсмен Должен разыграть Поэтому здесь Вот этот кураж Такой цирковой термин Можно применить Он очень важен Но он не у всех есть Хорошо Прыгнул Вадим Астафьев Видите Позиция базовая Мабу Вот эта позиция Наездника Как она называется Она отличается От позиции Скажем В обычной палке Или в длинном кулаке Это позиция Сык-кен-ма Она более такая На букву П Похожая Различия В костюмах От выступающих Как мы все Привыкли говорить Кимоно А на самом деле Это ифу В Китае Иги У японцев Каратэги Это у тех Кто занимается каратэ И дюдоги У тех Кто борется У дюдоистов Различия есть Да Различия есть Спортсмены Выступающие С южной палкой Они работают В таких безрукавках В безрукавках И без воротника Без стоечки Это как раз Традиционно Для юга Китая Традиционный Китайский костюм Ну стилизованный Конечно А со стоечками Это вот для северного Китая Для Монголии Характерно Ну была небольшая Ошибка В начале Это связки Вадим Астафьев Мастер спорта В России Он ровно выступает Но не хватает Ему в технике Отточенности Это еще Недостаток опыта Он не так давно Занимается Около пяти лет И конечно Ветераны Такие как Сергей Суховей И Владимир Красют Которые по 11 По 12 лет На ковре В этом выигрывают Вот сейчас посмотрим Самый интересный момент Его выступления Хорошая очень фиксация Положений Сильные удары Сильные удары Но он и сам Такой крупный Да Здесь опять За дух оценка Маленькая Точно не будет А общая оценка Посмотрим 9.45 Высоко Высоко Хорошая оценка Хорошая оценка Ну вот как раз то О чем вы говорили Группа лидеров Видите У них конечно Уже высокие оценки Заслуженно высокие И А сейчас Лидер По результатам Двух дней Сейчас ему Остается Побороться Пожалуй С самим собой Ну еще есть Владимир Красюк Который тоже С высокими оценками Шел Да Ну вот сейчас Все будет зависеть От того Сделает Алексея Ошибку Крупную Которая может стоить Ему двух Трех Так нужных Десяток Или нет А вы знаете Волнение велико Когда вот На весах многоборья Это самое почетное Ушу И ребята Очень стремятся Выиграть многоборья Это действительно В Китае Есть такое даже Звание Вроде заслуженного Мастер спорта Герой Ушу Это тот Кто выигрывает Многоборья Это как называется Ушу инсю Герой Ушу И вот у нас тоже Они в общем-то Герои Молодец Да Лиз ошибки сделал Высоко Выправил 360 И потом Запрещено Менять положение ног Подсаживаться А Крупус двигать Можно За этим не так следят Здесь ошибка 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 Потому что Вот подсечку Он чисто делает Да С таким щиком Сильным Да Вообще ровный спортсмен Хотя иногда Срывается тоже Психологически Ну похоже Что не сейчас Да Сейчас он готов Собрался Молодец Ну опытный Тоже 27 лет Алеша конечно Хочется напомнить Уважаемые телезрители Что Ушу В общем Молодец В общем его понимании Это не только Спортивное выступление Это еще и Ушу для всех После выступления Алексея Ильихова Мы обязательно Про это поговорим Сейчас пока посмотрим Сможет он удержаться Или нет Дыхание сбивается К концу комплекса Но силы все равно Остались И он хорошо Вот когда спортсмен Не устает до конца То есть устает Но все таки Мобилизует все Последний резерв Можно сжечь уже Мне вообще нравится Как он делает За эмоциональность Должна быть вообще У него высокая Я бы три поставил Вот мне не жалко было Напомню опять же Нашим телезрителям Потому что максимальная оценка За Вторая оценка Так называемая Это три балла Вот на повторах видно Работает с такой Некоторой даже яростью Что Да-да-да То есть лицо живет У него Как у нас говорят Вот это уже конечно Гимнастикой не назовешь Это спорт Это спорт Хорошая Посмотрим Спортивная злость На лице А вы знаете что У него оценка 9,66 Такая же как у Владимира Красюка Но напомню Что поскольку Он лидировал После двух дней Многоборья Он уже точно первый Да Чемпион России Многоборья в ушу Алексей Лихов Только что определился Воспитанник Татьяны Куприяновой Из Москвы Ну теперь Можем Пока выступает Николай Андреев Поговорить про Ушу для всех Вообще Это философия Это то что Ушу нашло Там где Ну много видов спорта Потеряли 500 миллионов занимающихся Этого показателя Я думаю Не удастся достигнуть Ни сейчас Ни потом Ни одному виду спорта Количество болельщиков Конечно Футбол смотрят больше А по количеству занимающих Это болельщики Ну во первых Доступность в ушу Конечно Это один из факторов Который обуславливает Такую популярность Ведь в ушу Можно заниматься Где угодно И когда угодно Даже И в комнате В собственной квартире Китайцы Предпочитают заниматься В парках Когда выходишь В 6 часов утра В Пекине В парке Ну действительно Десятки тысяч людей Причем от мала до велика Нередко видно картину Когда дедушка с внучкой Выходит И учит ее базовым упражнением И все это очень трогательно И интересно Особенно пожилые люди Знаете В 70-80 лет Ну это здоровье Почему нет Базовую технику Суставы великолепные И этому конечно Можно только позавидовать Мы В федерацию Ушу России Стараемся сделать так Чтобы те Кто занимается Не только спортивным Но и традиционным Ушу Тоже находили себя На соревнованиях Поэтому мы уже Три года проводим Чемпионат России По традиционным видам Ушу Где можно и По Юнчхунь Или Венчун Выступать По Шаолиньскому Ушу По Багуа По Синьи И по другим Стилям Которые популярны Но не входят В спортивную программу Год от года Принимает участие Все больше регионов Все больше спортсменов Находит себя В традиционном Ушу Это тоже очень хорошо Вот в этом году В сентябре Будет проходить Первый чемпионат мира По традиционному Ушу В Шаолине Кстати Организует Международная федерация В городе Джинджоу Рядом с Шаолинем А что входит В понятие Традиционное Ушу Те стили Которые не входят В программу соревнований Это стили Как правило Нерегламентированные Сейчас извиняюсь Оценку выставляют Николай Андреев Но оценка у него будет Высокая Да Так и есть 8,68 И Алексей Мязинки Еще молодой спортсмен Он только перешел Из юниоров Андреев из Перми Перспективный Он был чемпионом России Среди юниоров Я думаю Что у него большое будущее Только вернемся К традиционным видам Ушу Основное отличие В том Что традиция Она была У каждой школы Ушу Разная Своя То есть Нет единого стандарта Поэтому Например Только Тайдзючань Существует 6 основных Базовых школ И у каждого Свои ценностные Характеристики Свои правила Выполнения Своё положение Ладони Отличия даже В позициях Могут быть В ритме В режиме И достаточно Сложно судить Поэтому При судействе Соревнований По традиционному Ушу Применяется Нескоренная Система Там больше Судится Чёткость Выполнения Приложения Силы Но скажем Там нет Обязательных Элементов Повышенной Сложности И не регламентируется Положение Кисти То есть Если Скажем В длинном Кулаке Ладонь Должна быть Как говорят Как сухой лист Она должна быть Идеально прямая То В традиционном Ушу Допускается Немножко Согнутая Ладонь Вот такие Мелкие Нюансы Там уже Не судятся Судится Вот ошибка Опора на руки Это конечно Будет сильное снижение Да Видать Или сил не хватило Или испугался Алексей Назинкин Но тем не менее Соревнования По традиционному Ушу Очень интересно Смотреть Они Менее конечно Зрелищно С точки зрения Акробатики Но интересны Своими движениями Вот которые Сохранились В Ушу На протяжении Там трехсот И более лет Это такой Как бы Фонд Золотой Запасник Ушу Из которого И для спортивных Комплексом Берутся движения В этом году Чемпионат пройдет В городе Иваново Поскольку там Поддерживает И мэрия И мэр Приходил На чемпионат России По Ушу Мы проводили там Чемпионат Центрального Федерального Округа В прошлом году Вот мэр города Очень заинтересовался Этим видом Спорта Ну в общем Почему нет В Иваново Кстати работает Школа Олимпийского Резерва Даже Да По Ушу А ее воспитанники Как Колганов Очень хороший Спортсмен В этом виде Программы Он тоже выступает Наньгунь Хороший спортсмен Чемпион России Был Наньгунь И так они Достаточно достойно Выступают Есть у них и смена Неплохая Которая выступает На юниорских И юношеских соревнованиях Чемпионатах И первенствах России Ну что Какая у оценка Алексея 9-0-2 9-0-2 Не так плохо Конечно без претензий А вот кстати Спортсмен из Иванова Да Только что мы говорили С копьем Выступает Мы с вами конечно помним Дорогие телезрители Выступление Сергея Суховея Насколько у него было длинное копье И мы говорили о весоростовых характеристиках оружия Вот здесь видите Оно короче Ну и сам спортсмен То пониже Да Он немножко пониже И слабее физически видно Прямо Вот видите Равновесие не смог удержать Это конечно Средний уровень пока Ушу недостаточно продемонстрировать набор элементов Нужно продемонстрировать Да Что это реальные удары Что это боевое искусство Показать боевой дух Кураж Эмоциональность Артистично сделать Тогда это называется гунг-фу Или кунг-фу Да Мастерство Да Но еще раз стоит напомнить Что не надо путать Спортивное ушу И реальное боевое искусство Есть реальное боевое искусство Допустим Тут я думаю Не лишне упомянуть Про кудо Там все серьезно Там удушение Там захваты Там удары Но там голова прикрыта шлемом И это искусство Оно традиционно Вообще было придумано японцами Как Для подготовки Неких супер бойцов Только после того Как они привезли его к нам И наши специалисты Стали в общем японцев Бить попросту Они В общем Отказались От идеи Дмитрий Я все равно считаю Что кудо Это тоже спорт Великолепный Соревновательный Он жесткий Он такой же Как карате Кёку-синкай Как Асихара Как коськи карате Один из самых Зрелищных Все равно спорт Поскольку Есть защитное снаряжение Есть правила Где есть правила Там есть спорт Боевое искусство Это как правило Поединок Не на жизнь А на смерть И не дай нам В общем-то Бог Боевое искусство Применять Когда-то Оно существует Для того Чтобы им не пользоваться Как Гетин Фунакоси Гетин Фунакоси Говорил В карате Нет первой Атаки Лучший бой Это тот Который не состоялся Да Поценка Егора Федосеева Была Фигурнова Фигурнова Я извиняюсь Очень низкая Ну а сейчас Колганов Дмитрий Колганов Тоже Ениер Насколько От него Из Иванова Тоже Земляк Предыдущего Спортсмена Подсечка Высоковатая Нога Оторвалась Вот ведь он Хорошо Выпрыгивает Но Принять После этого Положения Ксиси Пинхан Равновесие Спойнятым Коленом Тяжело В этом и Сложность Ушу И вот Каждое Переступание Это 0-1 0-1 И вот Как говорят Натоптал Да На снижении На 0-2 А то и на 0-3 А то и на 0-3 Поэтому Очень нужно Внимательно За этим Следить Вот ошибка При приземлении И серьезная Насколько я понимаю Конечно Это тоже Будет ему стоить Вот из этих Снижений И складываются Потом Ну как любой Вид спорта Штрафные баллы Да Конечно Когда выступают Мастера ультракласса И Ну просто Очень высокого уровня Международников Членов сборной Там разговор идет Даже уже не о десятых А о сотых Вот видите Равновесие Не удержал То есть ему даже Не открыли счет Естественно Это будет вычтено Из его оценки Итоговой Хотя у него Хорошая сила Приложение силы Он достаточно эмоциональный Спортсмен Но вот сырой То что называется Сырой Да Я закончил свою мысль А у юниоров У юниоров Они Все таки уже Работают больше По десяткам Ошибаются По десяткам Оценка Предыдущего Спортсмена 7,24 Нам табло Показали Сейчас Да 7,24 Уфигурено Колганов Заканчивают Дмитрий Вот уже Немножечко И болтает В позиции И устало Движение Видно Что не те Немножко Движение И даже Сейчас В последней Вот этой Сложной позиции С опорой На одной ноге На правой Вроде бы Зафиксировался Потом Начал Так Случай К вопросу О том Почему Не помогают Руками Но это вопрос Скорее мог бы Возникнуть У акробатов Или у гимнастов У тех Кто привык Толкаться руками Вот прыжки-то он делает А в позициях Не хватает ему Жесткости Ну Глеб Между нами Акробатику Поставить проще Чем правильный Правильный Приход в позы Ну наверное Немножечко Немножечко Попроще Этому научить Просто Больше темповых Элементов Наверное Как-то да И фиксации Хотя нет Все равно есть же В акробатике Фиксации Есть Но не так Строго Как все-таки В уши Дмитрий Колганов Получил 8.32 Евгений Севастьянов Воронеж В традиционном для Шаулиня Костюме Костюме с тремя завязками Который Я не ошибаюсь Даже женский Нет Это общий костюм Но он традиционный Действительно для Шаулиньской школы Они любят Но мы последний раз В этом году допускаем В традиционных костюмах Потом все будет Регламентировано Из-за того что По олимпийской системе Мы начинаем работать И уже эти соревнования Они гораздо более Жестко проходят По стандарту оружия Мы проверяем все И к вопросу об обуви Все выступают в разных кроссовках Нет пока единообразной А почему бы Скажем Не ввести было Как в прыжках в воду Или как Ну в акробатике разрешено Например В паренгрупповой Выступать босиком Босиком Ну Исторически не принято Поскольку В отличие Скажем От карате Японского Спортсмены Занимаются в обуви И в Китае Традиционно Ушу занимались в обуви Скажем Так же Как в тэквондо В тэквондо тоже Спортсмен соревнуется В специальных тапочках Здесь есть требования К супинатору Он должен быть мягким Не допускаются кроссовки Допускаются только тапочки Вот типа Значит Полукедов С мягкой подошвой И второе Подошва должна быть такой Чтобы не давать Спортмену дополнительные опоры При равновесии Она не должна быть жесткой Иначе легче держать равновесие Когда зафиксирован голеностоп И поверхность жесткая И упор о пол другое Вот он намечает все-таки Себе маршрут Что называется Он смотрит иногда вниз И смотрит куда он будет идти Это ошибка Это ошибка Есть техника оценивания взгляда Да Яньфа называется Спортсмен должен чувствовать Ковер направления движения У мастеров Вы видели Да Это отсутствует Они никогда не опускают голову У них четкий поворот головы В сторону удара Но это кстати традиционно Для всех китайских И японских Вот таких вот видов Потому что у них там Это вообще констант Это принципиально Это принципиально Ну что как думаете Какая оценка будет у Евгения Ну это конечно не лучшее выступление Техника сделана правило Но очень много ошибок В элементах повышенной сложности Еще нужно Поработать Да Поработать этому спортсмену Добро пожаловать в Евгениях Добро пожаловать в Евгениях